Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1013. События дня. 2 Тимофея 2.11.13. Верно слово. Если мы с Ним умерли, то с Ним оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Если мы неверны, Он пребывает верен. Ибо с себя отречься не может. Объявление наше. Попросили делать объявление. Может быть, найдутся люди, пожелающие поучаствовать в помощи. Это не так, что какой-то обман. Сказали, тут все показано. Данные. Абсолютно на 100% без обмана. Читайте. Вика. Я хочу не только лично пообщаться с отцом Игнатием, но и посмотреть их общинное устроение. Он отметил также, что вы очень грамотный, православный и горящий христианин. И я отношусь к нему, конечно, с любовью. Там просто спросили, как вы относитесь к Игнатию Лапкину. Он и сказал. Я так обрадовалась очень. Слава Богу за все. Молимся и о вас, и о нем. На таких людей всегда идут и гонения, и искушения, но ничего. Вот и батюшка Головин. Вы не одни. Мы с вами. Мы молимся о вас, дорогой наш отец Игнатий. Низкий вам поклон из горящего ключа, Краснодарский край. Обниваю вас молитвами, храни вас Бог. Ну вот, у меня они тоже спрашивают иногда отец, как Владимир. Ну как, молимся, молимся. Я ничего не комментирую, просто молюсь. И все, кто с нами, те молятся. Доверяем все Господу. Наш эпиграф какой. Если мы терпим, то с ним и царствовать будем. Чтобы Господь благословил его и приехать к нам отдохнуть. Мы ничего не значим. Но Господь устроит, как ему угодно. Ксения показывает. А первый час, один час, восемнадцать минут. Отец Владимир Головин отвечает на вопрос о его личном отношении к Игнатию Тихоновичу. Видео 23-го. 23-го. Вот оно рядом было. В сентября 2018-го года. Вера Митрохина. Молодец, отец Владимир, как бальзам на душу. Помоги ему, Господи. Ксения не побоялся сказать, что относится к Игнатию Тихоновичу, как к учителю, к своему учителю. Евтушенко. Ему запретили любую деятельность в интернете. То, что он продолжает проповедь на своих каналах, признак того, что с него сан снимут и все. Ну, как минимум запретят надолго. Похоже, он уже ничего не боится. Вера Митрохина. Правильно, что не боится. Укрепи его, Господи. Видите, как. Это наша жизнь. Кого он обидел, отец Владимир, просто. Кому он путь закрыл в Царство Небесное. Те-то, которые расследуют его, они должны о себе сказать. Сцепились здесь. У меня был Виталий Калиников. Ну, и там один выступает за девственность. Я говорю, нашел время, когда говорить. Когда-то вот так общество сбивает с ног, в это время и я туда плюну. Ну, положительно ли это, Бог-то рассмотрит. Ну, иди в другое время, если ты с чем-то не согласен. Потом напиши, когда утихнет маленько-то хотя бы, дайте человеку слюну проглотить, как в книге его написано. Слюну проглотить не дадут. Я все это испытал. Поэтому такие люди мне близкие. Ты в этот момент, когда его давят, заступись, ты другом сделаешь. Ну, было время там, сильно нападали на Максима Степаненко из Томской епархии. Я его никогда не знал и даже не слышал. У меня внутреннее расположение сразу появилось. Я посмотрел фотографию, увидел мужественное лицо такое. Я в собрании сразу всех призвал на молитву. Он в моей молитве. А он вас говорит, убьют. Ну, говорит и убьют. Я-то отвечаю за свои слова, а не за его. Почему ко мне-то придирки какие-то? Ему и спросите, убьют. За что убьют? Как убьют? Ну, и убьют ли. Я все еще живой. А за него молюсь. Повторяю, я говорю о Максиме Степаненко, когда он разобрал женщин на вторую букву алфавита в церкви, которые без мужей наживают. А таких-то больше половины в церкви. Шахин Касумов пишет мне. Кажется, Азербайджан. Я бы хотел узнать, к вам, мусульманину, можно ехать? Я отвечаю, зачем? Шахин Касумов, но у вас многому можно научиться. Я отвечаю, нельзя. А научиться можно везде. Вот говорят, мы заманываем, зомбируем гуру, там, ДС, который беснуется. Ну, а какой ответ? Я ему ответил. Как я возвысил себя? А, вы себя возвышаете. Как я возвысил? Я говорю, можно многому научиться. Везде. Вот, ясно, извините, если что. И Володе привет. Смотрю все то, что он снимает. И потом добавил. И насчет того, что вы сказали, что научиться можно везде, ну, я с этим не согласен. Могу ответить, почему. Потому что то, что можно научиться от вас везде, этому не учат. Вы редкий человек. Видите, этот человек первый раз пришел, и что мало знакомый, но давно смотрит. Я даже не знаю, он с Азербайджана, кажется. Сайт к истине. Максим Степаненко. Сегодня утром. Рад, что вы снова на связи. Видите, как рад. И что, значит, я на связь вышел. И слава Христу. Тут заменить пришлось сим-карту. Она не на нас была. Я этого не знал. Что-то с этим связано. И вот все поставили. Юрий Соболев. Только сейчас прочел ваше сообщение, Игнатий Тихонович. Проверил. Сам канал работает. Вот ссылки на возможное решение, если еще не разрешился вопрос. То есть, отдельно открывается. Вот, допустим, мой мир. А YouTube у меня не открывается канал. Открывается наш сайт библейский во свете Библии. А форум не открывается. И вот показали, вот сколько чего и как. Отвечая за прошедший день, сумрачно было, мелкий дождик, а потом хороший. Ну, чем во время даже я занимаюсь это. Они говорят, скорее надо морковку копать. А Люба Минаева у нас и говорит, обещают жаркую погоду в октябре, весь октябрь. Вот, тыкву собрать. Мокрое все. По ушам уж мокрое. Мы ничего не делали. Вчера с Сергеем Егоровичем Игнатовым проводили время. Тут записи вели. Были вместе. И вот он готовится. Еще можно два дня пробыть, но я его выпроваживаю буквально. Почему? Потому что батюшка едет в Барнаул, и с ним легче. А потом один как. Ну, я ему книги сейчас готовлю. Полный комплект, 38 книг. Ну, у него кое-что есть уже он получил. А остальное я сейчас буду добирать. Уже разложил на кровати, чтобы пропуска не было. Ну, и... Как будет видно. Вчера он там щели заколачивал у окон. Старается, делает. И говорит, вчера сидим здесь. А он и говорит. Тут мы прослушали разные пения. Я хотел показать Ивана Реброва. Песнопения два. Хотя бы так где-то. Потом спрашиваю. А Муслиму Магомаева слушали в Ухенвальде? А Робертина Лоретти, когда Мария поет прямо наглядно. И там один казах играет на Дамре. Такая как где-то балалайка. Две струны. Палана Сагинского. Чудесно играет. Какой талант у человека. Прям выговаривает слова. Ну, такой мы разные посмотрели. Там Тамара. Гвардицель, кажется. Поет она. Юность моя. Я показать хотел, что как люди талантом пользуются. Все отдают буквально. Все посмотрели. Там Хворостинский, Хворостовский. Как было. И которых уже нету здесь. Вот. Разные выступают люди. Бога прославляют. В горле какой орган. Особенно вот ребро. Какой низкий, какой высокий. Фальцетом буквально. Вот Бог все дает. И вот нет людей этих. Ушли навсегда. И уже никогда уста свои не откроют. И звуки не издадут. Ну, сохранилась запись. И мы много времени вчера провели здесь. Я не нарадуюсь, что у меня восстановилось все. Из города успели быстро привезти. Помог диакон Евгений Инчук. Вот. И там нужно было где-то все это оформлять. Людмила Анатольевна, жена его тут ей было из города указание. Все сделать. Готовая нам только флешку привезли. И вот здесь. Как вставлять не знаю. А вот Сергей Егорович все это сделал. И теперь все заработало как надо. Вот я сегодня пол первого ночи. Пол первого, кажется. Да. Вот все еще сижу. Вот сейчас вот пол четыре будет уже. Скоро. Почту разбираю. Кое-что посмотрел. Ну, это в деревне же находимся-то. И тут как-то деньги высчитывают. Ну, пока работают, успевая за это время. Вот. Ну, какие-то маленькие заботы. Смотрю, солдаты там голубей запереть пришлось. Нашли растерзанного голубя. Вороны доклевывали. Ястреб таскает. И гляжу, ястреб мимо летает. Ну, голубей закрыл. Воробьи налетают, пожирают. Ну, ничего. Все это по-хорошему. Ну, вчера я его заснял, как он на кухне работает. И он говорит мне, вот у меня впечатление такое, где-то там, ну, бывает, шулан такой за печкой русской. Это старая шинель. Висит, это, говорит, я. И вы меня так тряханули с меня. С чего только тут посыпалось. Ну, приехал человек в гости, можно не говорить. Ну, как не говорить-то? Говорить надо. Надо. Показать, какие у нас ресурсы. Сейчас что-то. Вот выступать. Участники консульта с христианских, христианских сайтов. Я дал два-три. Ну, тут написано, проголосовал за номер. Я не проголосовал ни за одного. Меня снимут. Я гляжу, здесь все, сектанты, юридики. Из-за кого голосовать? На два раза просмотрел, ничего не могу проголосовать. Получил голосов. Сколько-то там, где-то. Вот. Из-за кого не могу проголосовать. Не потому, что не люблю там есть. Но они говорят неправильно. И действуют неправильно. Поэтому я не могу ничего сделать. Здесь. И из-за этого меня снимут, видимо. Вот. Теперь вот мой мир. Отсюда многое беру. Наш канал. Это вот Мачалин Владимир. Он тут все стихи пишет. Во свете Библии. Как благослови его Господи. Ему трудно. Сколько он старается. И ведем мы христианский бой. Вот. Повторяю. 1600 тем. 3152 день. У нас здесь вот. И вот этот канал. Во свете Библии. Вот легко он обновляется. Не исчезает. Я вот сегодня поставил. Уже длинная гора в деле Барабашей. 186 просмотров за один час. Это очень много для нас. Очень много. На огороде Надежды Людмилы 138 просмотров за час. Вот решил проверить дорогу я ездил. Такие темы-то. Ну как мы живем все показано. Реально. И вот наш во свете Библии православный библейский сайт. Как скачать вот эти вопросы и ответы все. Не знаю. Хотят, спрашивают. Ответы на вопросы. Вот это отец. А кого сил нашей гордости, от которой эта обида-то? Это отец Владимир Головин. Это я из него тут сейчас беру. Покажу, как ему вопрос задают. Поэтому кому-то придется подольше повариться в молитве-то. Поэтому такое предложение, написавшее нам, что не отчаиваться, не унываться, продолжать молиться. До победного свершения. До победного свершения. Так внутренне устройство такое ставить. Буду молиться до тех пор, пока Дух Святой не оживит мое сердце. Для любви и для прощения. Как это понять? Что понять? Что оживилось сердце. В чем это? Первый признак. И прощение придет. Легко будет принять и папу, и маму. Легко. Спасибо Господи. Андрей Другов. Каково ваше личное мнение, отношение к Игнатию Тихоновичу Лапкину? Вот так вот, да? Да. Напрямую. Ваше личное мнение? Во-первых, он православный христианин, я знаю. Это важно. И поэтому мой брат во Христе. А как к братьям нужно относиться? Иван говорит, к врагам даже с любовью, а к братьям с сугубой любовью. Поэтому вот это мое отношение. Слышал в видеозаписи его беседы, обращений. Меня всем поражает его глубина эрудиции и знания писания, цитоотеческой литературы, цитосвятых. Он очень грамотный, православно грамотный человек. Но у него есть своя особенность, как указано. Он очень горячий, очень горячий. Ну, русский. Наверное, да. Но в этом году ему, по-моему, 80, он весь такой живой, деятельный. Хотелось бы пожелать ему побольше сил, здоровья и попросить его молитвы о нас грешных. Мне лично очень хотелось бы съездить на Алтай, в Потеряевку, где Игнат Тихонович, ну и вместе с своими братьями и сёстрами во Христе, восстановили заброшенную деревню, их родную. Где, наверное, теперь православные там живут, такая некая православная община. Хотелось бы это вживую увидеть, пообщаться. В этом году рядом с событиями, которые у меня произошли, здоровыми и не только, не получилось. Очень надеюсь, всё-таки приехать. Очень бы хотелось увидеть не только Игнат Тихонович, с ним пообщаться, а этих людей. Людей и их общинные устроения. Думаю, что мне будет чему поучиться. Поэтому вот так отношусь как к учителю, как к моему учителю, как к человеку, который много что знает и много чего может научить. Но есть у него, я говорю, некие такие вещи, для кого-то может жёстко будет звучать что-то. Ну, у нас у всех лично много что-то есть. В церкви главный принцип вот какой. В главном единство. Главный он догматический, православный. Канонический, православный. Он причащается в православную церковь. Он сын русской православной церкви. Это главное. А в второстепенном-то свобода. Разные формулы быть. Но главное написано во всём любовь. Это главное. Любовь Ковыляева. Молюсь о качестве мне с болгаром. Ну, вот это посмотрели мы. Это наяву. Он и раньше так отзывался. Ну, я ждал его нынче. Ну, вот такие события, ничего уже нельзя сделать. Время будет, Господь, может, приведёт. Вот тогда было на Андрея, отца Андрея Кураева, диакона. Про это диакона там или как? Нападали. Я точно так выступил, позвал его. Тут у нас отдохнёшь душой. Мы погуляем здесь, побудем, с людьми пообщаемся. Нам есть что показать, рассказать. А которые люди-то нападают на отца Владимира? А их-то мы и не знаем. А кто они? Откуда я вижу, что причина какая там нападает? Дворкин считает, Новопашин. Степаненко Максима их разбирает, показывает. Как нам, чего делить-то здесь? Батюшка, отец Владимир, он мне любезен, близок. Открытость его вот эта, покоряющая, простота. И он не стал ничего тут добавлять, всё как есть. Я всех призвал к молитве. У меня нет никакого оружия, никаких данных. Не могу походастствоваться перед патриархом Кириллом. Что зачем же это так? Такая травля. Короткое время. Мусульмане так друг друга же не жмут. Буддисты не жмут, баптисты нет. Чего же мы такие неспокойные-то? Вот он сказал, там деньги где-то, а в церкви всё за деньги. У нас этого нету. У них вот это и есть. И что он где сделал? Я гляжу подыскивать, и к чему не прислоняюсь. Просто молюсь. Плащи с плачущими. Вот такое выражение есть. Чтобы Господь благословил его услышать. Чтобы нас помолился, человек в нужде, в таком гонении. Молитва его близка к Господу. Вот так. Если кто будет слушать и близкий к нему, передайте ему низкий поклон и просим благословения. Для нас он останется дорогим и близким, каким бы он ни был. Вот. Меня тоже преследует кто-то. Ну что, так из-за этой награды от Бога обещаны. Только не пострадал бы то, как злодей, как посягающий на чужое. Если как христианин прославляй Бога за такую участь, Пётр пишет. И на этом у нас сегодня всё.